Здесь повсюду блины, но это не масленица. В субботу Иваново стало центром проведения межрегионального турнира по жимовому двоеборью «Про жим-2017». Участие в нем приняли и начинающие, и уже обремененные опытом спортсмены. Среди участников возраста и юноши, самый молодой участник сегодня 12 лет участвует, это возраста у нас на самом деле разная, 25-30 и даже больше 40, то есть мастера, они также приезжают и участвуют. Спорт этот в буквальном смысле нелегкий. Дайборье подразумевает выполнение двух упражнений в жиме штанги лежа. Первое на максимальный результат в трех подходах. Второе упражнение – жим штанги веса своей категории на максимальное количество повторений. Победитель определяется по сумме баллов. К результату первого в килограммах судьи прибавляют число повторений во втором упражнении. Это добавляет азарта. Не просто зарубы среди, кто больше поднимет, а еще и на выносливость. Не только силовой показатель, именно выносливость еще играет роль. Также здесь представляется софт-экипировка, это слиншоты, сейчас набирает обороты популярности. И армейский жим, это жим стоя, строгий жим. Военный жим также, без опоры ног. Неверное выполнение или плохая подготовка могут обернуться не только поражением, но и вывихами и даже разрывами мышц. Потому каждый спортсмен перед выступлением тщательно готовит свое тело к предстоящей нагрузке. Самая частая ошибка новичков – неверная оценка своих возможностей. Некоторые переоценивают, некоторые не оценивают, а некоторые торопятся. Все делается по командам. Есть определенная команда жима, есть регламент команды. И многие просто их не слушают. Ну, это стресс, нервы, особенно по первому времени. У всех начинается нервное напряжение. Ну, с опытом это проходит. В железном спорте нужны железные нервы, рассказал нам Александр. Он, кстати, на турнире побил собственный рекорд. Жимовое двоеборье гораздо зрелищнее классического жима лежа, но пока не вошло в число олимпийских видов спорта. Ивановские спортсмены надеются, что скоро ситуация изменится. Тогда им покорится не только железо, но и другие драгоценные металлы. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново. РТВ Иваново.